Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Гены решают все. Хозяйство из Исаклинского района решило повысить молочный потенциал своего поголовья. Водная артерия Агропрома набирает силу. Пять хозяйств области провели реконструкцию растительной системы. Аутентичная глубинка. В Борском районе прошла вторая областная выставка сельского туризма и народных ремесел. В этой усадьбе есть и теплица, и птичий двор, русская банька и воссозданная по старинным образцам мини-мельница. Хозяин-барин, вот и дом полная чаша. Но разве этим сейчас кого-то удивишь? И вправду, родовое поместье в Борском районе самарский бизнесмен Павел Коробов построил для своей семьи. Отдохнуть от душного города, подлечить нервы и на время забыть о бизнесе. Вскоре на обетованное лоно природы потянулись друзья. Так дом обрел второй этаж. И тут притримчивая жилка натолкнула на мысль. И сельское гостеприимство может стать доходной частью. Только вот питанием и комфортным приютом горожан вряд ли заманишь. Сервис гостевой деревни разнообразить надо бы. Вот на этом месте, где мы с вами стоим, справа появится цикл озер, рекреационные зоны для отдыха людей, где будут и рыба, и раки, и водоплавающие птицы, и ремеслили, ремесленные домишки. Вот, кроме того, сейчас мы уже приступили к тому, что приобретаем площадку, которую занимает бывшая школа. Она уже пришла в негодность, ее невозможно использовать сегодня по назначению, и вообще как бы то ни было. Вот, поэтому ее придется разобрать. И там планируем строить культурно-ремесленный центр. С тем, чтобы люди, которые могли приехать сюда отдыхать, имели возможность не только там насладиться природными факторами, но и чему-то научиться, что-то освоить, почерпнуть для себя, для своих семей, ну и самое главное – соприкоснуться своими корнями. Коммерческий проект «Создание центра агротуризма» нашел отклик как у областных чиновников, так и у местных жителей. Они тоже осознали – обычный деревенский обиход может стать прибыльной индустрией. Для наглядности, один гостевой дом создает порядка десяти рабочих мест. Это сами устроители отдыха, организаторы рыбалки и охоты, производители натуральных продуктов, знатоки фольклора и кудесники народных ремесел. А чтобы турпакет пользовался спросом, нужна инфраструктура – транспорт, дороги, медицина, социально-бытовые условия. В итоге проект станет вдвойне приоритетным. Инвестиции пополнят местные бюджеты, а значит и доходы сельчан. «После того, как будет возрастать количество номерного фонда гостевых домов, понятно, что люди будут сюда приезжать, будет увеличиваться загрузка этих гостевых домов. Себестоимость, содержание, она будет здесь изначально низкая. Поэтому, и учитывая, что в Самарской области большое количество городских жителей, у них будет возможность выехать сюда на природу, на своем автомобиле, на автобусе, транспортная доступность здесь абсолютно нормальная. Дороги, по которым мы ехали, они абсолютно адекватные. Сюда за два часа можно добраться из города с семьей на своей машине. Поэтому затраты здесь будут минимальные. Учитывая, что здесь сельхозпроизводство все свое, соответственно, и продукты здесь не только экологически чистые, но и доступные по цене». Агротуризм в нашей области только набирает обороты. И стартовать он отнюдь не собирается со стройкой фершенебельных гостиниц с мраморными полами и вышкальной обслугой. Деревня богата другими символами – промыслы, прикладное искусство, кухня, народные забавы. Этнический деревенский дух в плоскости туризма становится действенным средством самосохранения культурного наследия. «Интерес людей к народным промыслам, к быту сельскому, к сельскому производству, к натуральному продукту очень-очень велик. И наша задача сегодня, чтобы не только могли этим воспользоваться жители близлежащих райцентров, сел, но и довести это до городского жителя, чтобы они могли пообщаться с природой, чтобы они могли окунуться в российский быт, многоукладный, многонациональный, посмотреть народные промыслы, потому что умельцев достаточно много на Руси. И вот быт российской деревни, а мы считаем и будем считать, что деревня – это основа российской государственности, ее сохранение, вот национальный колорит, он должен обязательно быть, и мы будем чаще всего это поддерживать». На поддержку развития сельского туризма в этом году областной бюджет выделил порядка 10 миллионов рублей. Но уже в ближайшее время объем субсидий должен существенно увеличиться. Вместе с числом желающих превратить сельскую глубинку в туристический и процветающий край. На самых душистых лугах они наминают бока скорее по привычке, но никак не от осторожной предусмотрительности. И вправду, за завтрашний день буренкам волноваться не стоит. Хозяева уже продумали для них рацион на целую зиму вперед. Сенаж, сено, солома. Профессиональная любовь к молочным кормилицам у Олега Ятманкина официально закрутилась лет пять назад, с момента образования фермерского хозяйства. И крепнет с каждым годом, вместе с ростом поголовья и его показателями. 7,5 тысяч литров в год. Молочной щедростью каждая коровка задабривает фермера не за красивые глазки, а за внимательный подход. Условия содержания, контроль за сохранностью молодняка и борьба за чистую породу с помощью искусственного осеменения. Общая поголовья 85, из них дойных 43. Дойных, но еще увеличатся за счет своих нетелей. Ну и нетели свои. Вот сейчас пошли у меня прям отлично. Это за счет искусственного осеменения коров. Хорошей породы улучителем. Самые более продуктивные, более устойчивые. Продуктивность пестров ятманкин повышает за счет добавления в меню витаминно-минеральной добавки. Таковой здесь является мясокосная мука, которая прекрасно восполняет дефицит кальция и фосфора в организме буренок. Вкупе с фуражом ее плющат в экструдере и на выходе получают питательный винегрет. Но все это лишь прелюдия к шикарному десерту, который поразит самого завзятого сладкоежку. Фермер пристрастил своих подопечных к шоколадной карамели. От лакомства, говорит, молоко получается и слаще, и жирнее. Выбраковка шоколадной фабрики, ну она очень пригодна для животных, очень много там глюкозы. И тем самым повышаем мы в рацион сахар для коров, приблизительно по килограммам на каждую голову. И молоко у нас прям получается отличное, вкусное молоко. Такая продукция идет на расхват у местных переработчиков и соклинских сыроваров. Которые уже просят увеличить объемы поставок. Это планирует и сам Ятманкин, но расширение поголовья пока лишь греза. Сперва нужно технику обновить, да квадратные метры построить для новеньких. А вот для сельхозпредприятия Тавка, коровье пополнение, уже не мечта, а радостный факт. В мае 67 племенных телок перекочевали на Исаклинскую землю из республики Марий-Эл. Еще до приезда девушки из высшего общества прошли строгий отбор. Местные специалисты оценивали конституцию, здоровье галштинок, а также их родословную и потенциал, чтобы по материнской линии были высокие надои. Прежние владельцы предоставили все характеристики и дали ценный совет. Девушек не перекармливать. Они к нам приезжали, провели семинар, нас, можно сказать, подготовили, как с ними работать. И такой сложности нет. Можно сказать, так же, как и наш скот. Если их перекормить, они у нас вовремя не придут в охоту. Мы от них вовремя не получим приплод и вовремя тогда не получим мы молока. Для этого мы кормим кормами, такими кормами, чтобы они у нас не ожирели, чтобы пришли у нас вовремя в охоту, получить здоровый приплод. И надеемся, что мы будем на следующий год от них уже получать полноценное молоко. Совет не перекармливать скот, по сути, стал комплиментом всей зоотехнической службе ТАВКО. Дело в том, что кормовая база у морельских хозяев, а это на секундочку племенной репродуктор, серьезно не дотягивает до здешнего уровня. На родине галштинки никогда бы не отведали травяного сенажа и сочной кукурузки. А здесь – пожалуйста. И все же увеличение поголовья для ТАВКО – не самоцель. Закупкой этого молдника тут решают проблему генетического потенциала. Свежая кровь должна дать молочному бизнесу новый импульс. Для того, чтобы нам на новые уровни выйти в плане надоев, в плане развития дальше животноводства, было принято решение обновлять. И вот выбирали, смотрели. То есть у нас в районе есть наработки по завозу. И с Кировской области племенного скота, значит, и с Чехии привозили нителей. Ну и вот сотрудничали с племенным репродуктором 1 мая в республике Морел. Мы их купили не с учетом того, чтобы увеличить поголовье, а именно для того, чтобы на замену собственным. То есть мы ровно столько же выборковали, поставили их сюда. Вот. И на будущий год планируем после зимы 13-14 года еще закупать также у них на замену. Посмотрим, как себя эти покажут. Но в первую очередь, это получить, конечно, здоровье потомства, здоровье потомства и хорошей надой. 25 породистых гостей сейчас находятся в положении, а значит, уже скоро принесут то самое долгожданное здоровое потомство. Есть и другой повод для радости. Взятый на покупку кредит не будет висеть тяжелым грузом. Расплатиться поможет губернская казна. По областной программе развития животноводства хозяйству, завезшему племенной скот, компенсирует 35% затрат. Подраскатистый шум фрегата тут говорят о каждом выверенном шаге. Подготовка семенного материала, сроки посева, обработка почвы. Немецкая педантичность в картофелеводстве уже хорошо усвоена самарскими хозяйствами. Первым застрельщиком внедрения точных технологий в этой отрасли стало предприятие Самар Салана, которое уже почти 20 лет занимается производством элитных семян второго хлеба. Дремучие картофельные джунгли – пожалуй, первый образ, который приходит на ум, глядя на эти поля в Ставропольском районе. Но сила ведь не в ботве, а то, что осенью будет в земле. По предварительным данным, урожайность сорта Витеса составит 80 тонн с гектаром. Конечно, это благодаря тому, что хозяйство вовремя подкормило культуру минеральными удобрениями, сработало против сырников, болезней и вредителей. Но самый главный эффект, конечно же, дал полив. Хозяйство использует поливные участки Жигулевской растительной системы. Доступность водного ресурса гарантировала приличную урожайность и в жесточайшем 2010 году. Тогда удалось получить 26 тонн картофеля с гектаром. И это несмотря на огромные затраты. Полив одного гектара обошелся в 13,5 тысяч рублей. Не будем вкладывать миллиарацию, придется в 10 раз больше вкладывать в МЧС, говорят дальновидные бизнесмены. Важно – это вода. Без вода удобрениями работает, и будет очень малый урожай. И качество будет очень плохое. Вот и продолжают осознанно инвестировать в ворошение. Причем не от хорошей жизни. Трубам Жигулевской растительной системы лет под 40. Постоянные порывы часто срывают работу фрегатов. Картофель не получают через влагу питание. Вывод – трубы надо менять. Замыслу как нельзя кстати помогла областная программа развития миллиарации. По ее условиям хозяйству, взявшемуся за реконструкцию растительных сетей под картофель и овощи, возмещают половину затрат. В рамках данной программы в прошлом году мы начали производить реконструкцию. На сегодняшний момент уже произведена реконструкция трех с половиной километров труб. За место старых металлических труб были уложены современные пластиковые трубы. Срок службы их более 50 лет только гарантийный. Если говорить о гектарах, то это позволило нам получить стабильное орошение, беспроблемное, на площади порядка 400 гектаров. Всего проектом подразумевается на сегодняшний день реконструкция на площади 452 гектара. На этот год у нас были проведены работы по реконструкции двух километров. И планируется еще 500 метров. Я бы даже сказал, это орошение не помогает без него возделывания таких культур, как картофель, лук, морковь. В целом овощи невозможно. Урожай с орошаемых земель не идет ни в какое сравнение с тем, что выращен в полупустынных условиях. В этом убедилась и агрофирма «Белозерки». Наглядный пример – заморский ячмень «Лакомб» канадской селекции. Шестерядный сорт в засуху дал столько зерна, сколько в других хозяйствах собирают только в самые лучшие годы. Здесь, во всяком случае у меня, он меньше в хорошие времена, меньше 45 центнеров не дает. По 2012 году, когда урожайность по зерновым низкая, то есть именно этот ячмень дал 29 центнеров с гектара. Очень неплохо для 2012 года. А для крымовых культур ирегация вообще подарок судьбы, говорит директор предприятия. На поливных землях можно получить аж три укоса суданской травы и вдоволь запасти белка на зиму буренком. А таких орошаемых площадей в Белозерках – более 2000 гектаров. Участок Толятинской оросительной системы тоже пришел в упадок. И хозяйство пошло ва-банк. Полностью заменило магистральный трубопровод длиной в 3,5 километра и запустило 6 новых фрегатов. Замысел масштабной реконструкции также прельстили условия программы развития мелиорации. Если на таких землях выращиваются зерновые и кормовые культуры, компенсирует уже 70% затрат. Огромная помощь Министерства сельского хозяйства, потому что идет субсидирование, потому что помимо овощеводства картофель у нас и КРС, крупнорогатый скот, и благодаря системе орошения мы делаем минимум при заготовке сена три укоса. Помимо магистрального трубопровода нам еще делать реконструкцию также и вспомогательного трубопровода, который уже под землей, идут полиэтиленовые трубы и подсоединяются к фрегатам. То есть это по тому же принципу, если вы у себя дома поставили джакузи, но не провели воду, то есть джакузи не нужно. Также здесь ведем сначала магистральный трубопровод, который потом запитывает основные дождевальные машины. Всего же участниками программы в 2012 году стали пять хозяйств. Это позволило ввести в действие полторы тысячи гектаров орошаемых земель. Еще семь хозяйств уже подготовили проектно-сметную документацию. Они получат шанс реализовать свои проекты в этом году. Господдержка гарантирована. Если в прошлом году на программу из областного бюджета было выделено 105 миллионов рублей, то в этом уже 238. А с учетом софинансирования из федеральной казны до 2020 года на восстановление миллиардных сетей потратят почти 2 миллиарда бюджетных инвестиций.